Соединённых Штатов. В 2017 году, но это наше 28-е заседание по этому кризису за последние 11 месяцев, намного больше и намного чаще, чем по любой другой ситуации за тот же самый период времени, мы собираемся постоянно по Украине. Из-за того, что несмотря на бесконечные обещания по дисгалации международного сообщества здесь, в Совете, в Женеве, в Минске, в Нормандии, в других местах, Россия идёт по пути эскалации и обфискации. В дополнение к подготовке и снабжению сепаратистов на Востоке, она постоянно нарушает свои обязательства, международные обещания по поводу того, чтобы не откалывать куски других стран. Сейчас, на взгляд некоторых, может быть, сейчас это превращается в достойное сожаление, но, тем не менее, неизбежна реальность, которая превращается в новую норму, которая будет опасной, как бы и Украина, для международной меры безопасности, потому что спокойное отношение будет лишь поощрять агрессию, будет угрозой для наших принципиальных правил, на основе которых мы боремся с агрессией. Нынешняя ситуация опасна. Она опасна, потому что Россия по-прежнему продолжает подготовку и снабжение сепаратистов при помощи тяжёлых вооружений и ведёт войну с ними бок о бок в виде выпивающего нарушения Минского соглашения, Украинского университета и международного права. И сейчас даже, вот когда мы проводим заседание по этому вопросу сепаратисты, которых готовили, поддерживали и снабжали из России, сейчас ведут крупномасштабное наступление на стратегически важный город Дебальцево внутри территории под контролем Украины, в порядке выпивающего нарушения линии прекращения огня по Минскому соглашению. И они сейчас захватили контроль над существенным железнодорожным узлом. ОБСЕ вчера сообщил, что по крайней мере 30 ракет обрушились на город 19 января, 3 гражданских погибло, 12 ранено ОБСЕ. Подтверждает, что это пришло из Горловки под контролем сепаратистов. Вчерашние сообщения из зависимых средств массовой информации ведут о том, что подорвали железнодорожный мост, который сединяет город Мариуполь с Украиной. К счастью, не было пострадавших, но сейчас город должен полагаться на северный доступ через Донецк. Сейчас этот город изолирован и находится под угрозой наступления сепаратистов. Как представляется, это стратегические четко просчитанные ходы. И с того момента, когда президент Порошенко заявил об одностороннем режиме молчания, произошла краткая пауза в насилии. Сепаратисты и россияне, которых поддерживали, провели более тысячи наступлений на падение на позиции Украины. Россия перевела с того времени, с сентября, по крайней мере, 100 дополнительных единиц вооружения артиллерии сепаратистам. Это в дополнение к сотням других предметов военного имущества, отправленных в Россию, включая танки, БТР, тяжелые артиллерийские вооружения и другие бронемашины. ОБСЕ может действовать лишь на двух контрольных пунктах по линии всей границы между Россией и Украиной. Даже по этим контрольным пунктам наблюдатели отмечают, что сотни лица свободно перемещаются через границу каждую неделю. У сепаратистов более мощные вооруженные силы по сравнению с целым рядом европейских государств, еще больше оружия. Тем не менее, Россия сейчас готовится отправить дальнейшие колонны по снабжению в территорию под контролем сепаратистов. И если посмотреть на опыт предыдущих 11 колонн, то, конечно же, не дадут проверить ни ОБСЕ, ни Украине эти конвои. Если это действительно гуманитарная помощь, чего же там прячут? Нынешняя ситуация весьма опасна. Опасна, потому что сепаратисты по-прежнему запугивают и угрожают независимым наблюдателям, которые развернуты ОБСЕ. Развернуты от имени международного сообщества. Согласно сообщению от 14 января ОБСЕ, миссия по проверке была остановлена на КПП враждебным командующим сепаратистов, который угрожал расстрелом в том случае, если будет обонаружена видеокамера. Это просто элементарная вещь для проверки. При этом оружие было направлено на группу по наблюдению. Никаких угроз и, к счастью, никаких видеокамер не было. Нынешняя постановка весьма опасна. Опасна, потому что Россия по-прежнему нарушает обязательства, которые были заявлены по поводу дискалации. Украина и международное сообщество прилагали очень серьезные усилия. Сел и Сирии усилий для того, чтобы добиться дискалации конфликтов, включая в рамках трехсторонних группы по контактам, по Минскому соглашению, по другие формы для переговоров. Мы по-прежнему считаем, что не может быть никаких военных решений. И политические переговоры – ключевая вещь. Но неоднократно на словах России обещает мир, а на делах ведет войну. Неоднократно президент Путин протягивал одной рукой оливковую, а другой рукой отправлял ракеты, грады, танки. Нынешняя ситуация опасна. Опасна, потому что российские действия напрямую содействуют гуманитарному кризису. С каждым проходящим днем больше гражданских лиц количество убивают. Многие из нас видели ужасающие фотографии о том, что произошло во время удара 11 января по автобусу, который стоял на украинском КПП в Волновахии. Когда мы видели фотографии промоченного кровью снега, когда мы видели пробитые осколками двери и окна автобуса. 13 гражданских лиц погибло во время этого удара, еще дополнительно 16 человек было ранено. Специальная группа наблюдений ОБСЕ заявила о том, что провела всеобъемлющую проверку с упором на пять воронок, которые были вызваны взрывами во время инцидента. Расследование охватывало подробный анализ воронок по двум конкретным воронок, включая воронок поблизости от пассажирского автобуса. По оценке миссии, все эти проверенные воронки были вызваны ракетами, которые пришли с направления север-север-восток. Заключение беспристрастной миссии по наблюдению ОБСЕ заключается в том, что ракеты пришли с направления север-север-восток от КПП. Этот район под контролем сепаратистов при поддержке России. И однократно наблюдался обстрел ракетами ГРАД с этого направления по Волновахии. В тот же день, когда подвергся ударам автобус, наблюдательная миссия слышала о том, как стреляли ГРАДами из других районов под контролем сепаратистов. При этом сепаратисты по соц. мидии гордились, что проводили обстрел из ГРАДов. Когда узнали о том, что пострадал автобус, эти записи убрали. И были другие нападения, десятки. О них просто не сообщалось. С момента начала конфликта более 10 тысяч пострадало, от конфликта более 9 тысяч убито. 800 из них с момента декабря, когда Совет последний раз рассматривал украинский кризис. Одно из таких нападений, которое не попало в новости, произошло 11 января. По данным наблюдения, две мин попали в город. Пострадала девочка, она умерла от ран, не попав еще в больницу. Ей было три года. Вот причины, по которым усилия России обвинять Украину абсолютно тщетны. Недавно президент Путин предложил президенту Порошенко обсудить российский мирный план для того, чтобы освободить Россию от обязательств по Минскому соглашению. По этому плану будут легитимизированы территориальные захваты сепаратистов с сентября, а также российский персонал, военная техника на территории Украины. Мы видели такие мирные планы раньше. Это было в Абхазии, в Южной Осетии и в Приднестровье. Когда президент Порошенко не принял предложение Путина, Россия пошла на дип-блиц, говоря о том, что вот доказательство того, что Украина заинтересована в мире. Давайте этот путинский мирный план назовем тем, что он называется. Это российский план оккупации. Необходимо выполнить мирные планы, которые у нас есть, которые были подписаны и нарушены Россией. Если Россия серьезно относится к миру, то необходимо добросовестно выполнять минский протокол, который был согласен более 4 месяца тому назад. Для того, чтобы положить конец конфликта, Россия необходимо сделать те шаги, которые надо было делать 5 сентября 2014 года. Вывести всю военную технику, военный персонал из Украины, прекратить поддержку сепаратистов, открыть беспрепятственный доступ для наблюдения БСЕ, обеспечить контроль Украины над международной границей для правительства Украины и освободить всех заложников, включая те, которые находятся в России, включая и украинскую летчицу Надежду Савченко. Мы понимаем, что она сейчас проводит голодный забастов в течение месяца для того, чтобы противостать, протестовать против своего задержания, отсутствия медицинского ухода. Но никакие шаги по Минскому соглашению Россия не выполняет. И Украина при этом, в отличие от России, постоянно занимается деэскалацией конфликта, продемонстрировала четкий прогресс по целому ряду положений Минского соглашения, ведет реформы, борется с коррупцией, обеспечивает децентрительные полномочия в регионе. Президент Порошенко заявил об односторонном прекращении огня со стороны украинских сил, что привело к краткому и очень существенному сокращению потерь. Однако односторонний мир невозможен. Когда Украина не может реагировать на цинические попытки и сепаратистов российских сил для того, чтобы получить дополнительную территорию, украинские силы ведь пытались удерживать согласованную линию. Безусловно, украинское правительство должно соблюдать международные нормы при защите своей территории, своего народа. Нас беспокоит сообщение Совета Европы о том, что в украинских тюрьмах чинят злоупотребление. Мы провозим правительство Украины провести тщательное и беспристрастное расследование по этим выводам и серьезно в этом плане разобраться. Мы очень серьезно относимся к использованию кассетных боеприпасов в населенных районах. Все стороны должны действовать осмотрительно и осторожно для того, чтобы не допускать гибели гражданских лиц, особенно ввиду избирательных обстрелов в гражданских районах. Есть более широкие основания, по которым было бы опасно принимать российские действия в качестве новой нормы. Мы уже видели, как этим пользовались. До Восточной Украины мы видели в Крыму. До этого это было в грузинских районах Абхазии и Южной Осетии. До Грузии это было Приднестровье. В конечном счете, Эншпиль таких московских кризисов был идентичен. Все связано с тем, чтобы приобрести территорию соседних стран и превратить эти территории в замороженные конфликты. Сейчас они стремятся это еще дополнительно заморозить. Недавний день, как мы видели, когда Россия нарушала Минские соглашения, президент Путин наносил самые последние штрихи на другое соглашение по поводу отношений с Южной Осетией и с Абхазией. Это будет дополнять годы нарушения грузинского структета территориальной целостности. Что здесь замораживается с такими конфликтами? Это нестабильность, милитаризация. И в конечном счете, все те проблемы, которыми ООН и, в частности, Совет Безопасности должны заниматься, замораживаются. Если Россия удастся добиться своих целей, если мы позволим, чтобы такое поведение стало бы новой нормой, это не будет последним разом, когда Россия пользуется такими хорошо отыгранными нотами. Благодарю вас. Благодарю.